Удивительных высот святости достигла преподобная Мария Египетская. Её житие – один из самых глубоких примеров покаяния и одновременно напоминания о бесконечной любви Бога к человеку. В пятую неделю Великого Поста, посвященной угоднице Божией, митрополит Омский и Таврический Дионисий совершил божественную литургию в Успенском кафедральном соборе. В Пятое воскресенье Великого Поста Церковь чтит память Великой Подвижницы V-VI веков преподобной Марии Египетской, которая своей жизнью показала, что искреннее раскаяние по неизреченному милосердию Божьему способно привести к спасению и великих грешников. Мария Египетская подаёт пример, что не надо отчаиваться. То есть вот она выбралась из таких тяжких грехов, всё-таки поднялась на такую духовную высоту. Для меня это вот как вот надежда на то, что любой грех Господь может простить, если ты только покаешься искренне о душе и будешь справляться. У тебя будет желание исправиться. И будешь это просить у Господа, то Господь поможет. Перед славлением преподобной Марии Египетской митрополит Дионисий назвал подвиг угодницы Божьей, долгие годы пребывавшей в молитве за мир, примером того, что никогда не поздно исправить свою жизнь и начать угождать Богу. Владыка также напомнил слова Господа, адресованные апостолом. «Кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугой, а кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом». Поясняя эту мысль, митрополит Дионисий отметил, что если мы желаем видеть в своем сердце и в жизни окружающих спокойствие, мир и порядок, то прежде всего нужно делать то, на что указывает нам Господь, служить другим, не думая о себе, миловать ближних и молиться о них, как это делала преподобная Мария Египетская.